Они зачастую некрасивы, больны и грязны. Они хрипят и их рвёт. Их брезгливо обходят стороной чистые внешние люди. Ещё живыми они может быть упакованы в полиэтиленовый пакет и уже там на помойке стать неподвижными и мертвыми. Главный их критерий – ненужность. Живой мусор, раздражение для дворника, работа для служб отстрела и для самой госпожи смерти. Слёзы для детей, имеющих душу, и развлечения для детей, не имеющих души. У мусора есть печальные глаза. Они, словно тест на человечность, могут заглянуть вам прямо в душу. Конечно, если она у вас есть, эта душа. Мусор мы, зооволонтёры, тащим к себе домой. И в первые же минуты поражаемся его умением любить, сопереживать и быть рядом в трудные моменты. Этот мусор современного общества мы приводим в пример вам, чистым и сытым людям, как пример верности. Этот мусор мы провожаем в мир иной, отчаявшись спасти в слезах и душевном опустошении. Живой мусор – одноразовые тестеры доброты ваших душ. Когда вы проходите мимо них, отвернувшись, они тихо умирают. Умирают, потому что они больше не нужны на нашей планете, потому что вы не заслуживаете такой верности и любви. И если бы люди умели любить, как собаки, мир был бы раем. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтёр бездомных животных и приют в твори добро, Наталья. Сегодня наш ролик о заболевшем заболевшем Филе. У Филе большие проблемы и о Феликсе. Филя, если помните, в октябре уже нас болел, мы его лечили, но, к сожалению, надо копать глубже. Смотрите, слушайте Наталью, а я, как всегда, обращаюсь к вам. Помогите, помогите спасти Филюшу, уже так всеми полюбившегося нашего любимого пса. С большим уважением к вам, волонтёр бездомных животных и приют в твори добро, Наталья. Добрый день, дорогие друзья. Хотела немножко рассказать вам о наших ребятках, о Феликсе. Вы его наверняка все помните. Вот, замечательный кот, прекрасные глаза, умняшечка. Ну вот, у нас неприятности, к сожалению. Вот, и наш Фил, к сожалению, нечем порадовать. Приболел после Нового года. Мы ездили 20-го числа в клинику. Вот, у Филюши сделали снимок. У Филюши разрыв хвоста. Не то, что разрыв. Там расщепление позвонков хвоста. Вот, и он хвостом пользоваться не может. По снимку врач пока не может точно сказать, что это. Ну вот, хвост. Утолщение хвоста. И он такой мясистый. Как бы считают, что хвост у нас на удаление, потому что совсем нехороший. И по снимку она говорит, что похожа на остеосаркому. Но, конечно, прямо доподлинно сказать невозможно, потому что нужно сделать повторный снимок на грудную клетку. Остеосаркома не бывает одна. Она приходит обязательно с... является последствием определенных процессов. Ну вот, как бы не того перелома, что произошел. И в том месте, которое слабое, вот хвост, да, он на нем же прыгает, он на нем передвигался, он его еще не особенно чувствует. Вот. И, возможно, вот произошло разрушение вот этих позвонков, сочленений хвоста. Вот. Филечка у нас грустный сейчас очень. В клинике нам выписали только обезболивающие, потому что он стал в последнее время стонать, когда поднимается, когда прыгает, когда что-то делает. Вот. Он стонет, плачет. И нужно еще сделать повторный снимок на грудную клетку, потому что врач говорит, что у него какие-то проблемы с грудной клеткой, возможно, там затемнение. Вот. Что дало вот как бы осложнение на костный весь этот аппарат. Вот. Все было хорошо после Нового года. Мы Новый год встретили замечательно. И вот где-то после Рождества он у нас прямо слег. Прямо слег. Мы на связи с врачом были. У нас был понос жуткий вообще. Вот. Мы восстановились. Все нормально. Пропили курс лекарств восстанавливающий. Вот. Прочистили кишечник. Все как бы никаких вроде осложнений не осталось. Ну, вот. Все равно мальчик вяленький. Вот. Сейчас лежит на диванчике. Вот. Так-то он лежит на лежаке. Но вот как бы нету, нету какого-то такого вот прямо радостного состояния. Мы бы очень хотели, чтобы вы помогли нам доехать до онколога. Вот. Потому что нужно понимать на самом деле, что у него происходит и почему вот он так прямо вот сдаёт. Не знаю. Прямо говорю, вот всё было хорошо и всё в одночасье как будто бы рухнуло. Помогите, пожалуйста, нам выяснить этот вопрос и чтобы нам назначили лечение или вообще какую-то ясность понимать, что происходит с нашим Филюшей. В связи с тем, что у неё травят животных, она просто в такой панике, что вообще разговаривать не может. Не то, что вообще о чём-то там думать. Вот. Я очень прошу вас поддержать нас, потому что Феликса мы повезём ещё снимать швы, повезём на осмотр вот в четверг, в этот четверг, 27-го. И Филу нужно ехать в Рязань. Нужно ехать к онкологу, сдавать анализы, смотреть, что у него, какая проблема. Кушает он хорошо, в туалет ходит хорошо, но, к сожалению, это не спасает нас от того, что идёт процесс в хвостике. Хвостик нужно удалять. Вот. Мы вас очень просим, поддержите Наташу, помогите ей, чтобы она могла отвезти Филюшу в клинику, чтобы всё было хорошо. Мы столько сил, столько денег, столько труда и времени потратили на то, чтобы вылечить Фила, сделать ему операцию на позвоночнике, что, я думаю, вы не оставите Наталью в такой вот минуту, в такой момент, когда опять у Фили возникли жизненно важные проблемы. Помогите, пожалуйста, ей. Теперь о Феликсе. Видите, он у нас в колпачке, потому что, если помните, у Феликса была проблема с ножкой. Когда его нашли, Наташа отвезла его в клинику в Рязань, у него была нерабочая ножка, правая задняя, вот, что ему не давало возможности... Фелик, смотри на меня, Феля, Фелечка, потом будешь облизываться. Вот, что ему не давало возможности жить спокойно, хорошо и полноценно. Ножка ему мешала, да, ему сделали операцию, да, ему поставили штифты, чтобы была нога, но, к сожалению, это не принесло нам положительного эффекта, потому что ножка мешала, это же котик, он же не сидит на полу, он прыгает, он прыгает на диван, прыгает с дивана на кровать, вот, то есть он не ограничен в передвижении. И вот эту ножку, он отбивал пяточку, и пяточка начала у него болеть, она начала гноиться, и, в общем-то, до косточки мы также ездили к врачу, также мы лечились, вылечили, но... Ой! Но стало хуже. Стало хуже, Феликс не давался бинтоваться, все это, в общем-то, и вот теперь, видите, мы свозили его, посмотри сюда, мы свозили его в клинику и ампутировали ему лапку. Мы ампутировали ему лапку до бедра, сейчас у него все хорошо, вот сейчас я его трогаю, он свободно гладится, свободно дается, чтобы его трогали, до этого он совсем не давался, он прямо нас ел поедом, вот, сейчас у него все хорошо, вот, мы колем ему обезболивающие еще несколько денечков, операцию сделали в четверг 20-го числа, в субботу я забрала его, к сожалению, у нас сломалась машина, я ездила на такси с водителем, поэтому никаких съемок, ничего нету, там в видео будет предоставлено только чеки и исследования анализа крови, мы сдавали Филу, вот, и снимки Фила, ну, Феликс, он вот, он вот сам весь снимок, вот, помогите нам в оплате операции, потому что Наташа, она находится в очень тяжелом положении, в связи с постоянными нервными потрясениями, субботу. Субтитры создавал DimaTorzok